Иисус Продолжая вот эту тему о молитве, Иисус говорит ей, что мне и тебе, Жена, еще не пришел час мой. На первый взгляд кажется, что Иисус здесь как будто бы отвечает как-то грубо. Как-то вот что мне и тебе, Жена, то есть что нам до этого? Ну, как бы какое тебе дело? Ну, нет и нет. Что мы можем поделать? На самом деле здесь Иисус ни в коем случае не отвечает грубо своей матери. Наоборот, вот это слово, которое здесь используется, Жена, я посмотрел, это слово, оказывается, переводится как «очень уважительное отношение к женщине». Это же слово евангелист Иоанн использует, когда в момент распятия Иисус висел на кресте и обратился к одному из своих учеников, к Иоанну, чтобы после его смерти Иоанн взял на себя ответственность за его мать. И он смотрит с креста и обращается к своей матери и говорит, «Жена, се, сын твой», указывая на Иоанна. И вот это слово «жена», оно вот, если бы как-то вот в современном значении это слово передать, то это слово буквально звучит как «госпожа» или «мадам». То есть, смотрите, мы можем сделать вывод о том, что у Иисуса было очень нежное, очень трепетное и уважительное отношение к своим родителям. Когда эта история описывается, здесь ничего не говорится про отца Иисуса, про Иосифа. Это значит, что в тот момент Иосифа не было уже в живых. Считается, что Иисус потерял своего отца в юном возрасте, когда ему было 12 лет. И после того, как Иосиф умер, Иисус взял на себя ответственность за обеспечение своей семьи. И получается, до 30-летнего возраста, все 18 лет, Иисус работал и трудился для того, чтобы обеспечивать свою мать и своих младших братьев и сестер. Он выполнял, исполнял эту заповедь «Почитай отца твоего и мать свою». Это буквально заповедь в еврейском толковании имеет оттенок именно финансовой поддержки. И только после того, как его младшие братья и сестры смогли самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и потом поддерживать свою мать, только после этого Иисус был призван, оставил свой родительский долг и стал служить людям, был призван на служение. Это тоже очень важный момент, который мы с вами в этой истории можем увидеть. И Иисус вот в этих словах говорит буквально следующее, что мне и тебе, жена. Он говорит следующее, не волнуйся, я все улажу. То есть буквально доверься мне, я найду способ эту ситуацию разрешить. Поэтому всегда помни, что когда ты обращаешься к Иисусу со своими просьбами, молитвенными нуждами, ты всегда от Него можешь услышать вот те же самые слова. Не бойся, я все улажу. Доверься мне. Я позабочусь об этой ситуации. Возможно, есть в жизни твоей какая-то проблема сегодня. И мы молились. Просто услышь сегодня как ответ от Бога эти слова. Не бойся. Я об этом позабочусь. Я не думаю, что после этого Мария еще раз подбегала к Иисусу и напоминала Ему. Иисус, дорогуша, ты не забыла о моей просьбе? Ну, мама! Я думаю, такого не было, правильно? Она попросила Иисуса, и она успокоилась. Она знала, что эта ситуация в Его руках. И Он каким-то образом, она еще не знает каким, но эту проблему решит. Но есть еще одна важная деталь, касающаяся молитвы. Смотрите, Иисус говорит, еще не пришел час мой. Неужели Иисус отказывается помочь? Неужели Он не видит выхода? Неужели этот час еще не наступил? Что имеет Иисус в виду, когда эти слова говорит? А Иисус буквально говорит своей матери следующее, что все, что Он не делает, что вся Его жизнь, все Его поступки, все это происходит по определенному замыслу Божьему, что Иисус старается жить и действовать так, как угодно Богу. Он не делает, Он не принимает каких-то поспешных эмоциональных решений. Иисус тем самым как бы пытается понять, что Он не делает то, что Ему вздумается, хотя Иисус ведь обладал властью. Он мог совершать чудеса, но этими словами Он сказал, что Он сам от Себя ничего не делает, и Он не делает то, что требует от Него окружающее. Его решения были продиктованы поиском Бога, поиском воли Божьей. И вот эта тема «час Иисуса», «Еще не пришел час мой». Вот эти слова этот же евангелист Иоанн очень часто в Евангелиях употребляют. Вы нигде в других Евангелиях вот этого словосочетания не увидите, но именно Иоанн заостряет наш взгляд на этих местах «час Иисуса». Помните эту историю, когда был праздник в Иерусалиме, и родные и близкие Иисуса, Его братья и сестры, собрались на этот праздник и предлагают Ему прийти туда и открыться людям, совершить какое-нибудь чудо, чтобы люди поняли, что Он Спаситель. Но Иисус отказывается и говорит им, «Мое время еще не наступило, а для вас всегда время». И дальше говорится о том, что Его братья, они на самом-то деле не веровали в Него, не веровали в Него как Спасителя и Сына Божьего. То есть Иисус тем самым говорит о том, что когда человек живет в неверии, когда в жизни человека нет веры в Бога, то для него всегда есть время. Для него всегда есть время. Он может идти, куда хочет. Он может делать то, что он хочет. И с одной стороны, нам кажется, что человек здесь абсолютно свободен. Да, он поступает так, как ему заблагорассудится, но когда человек не знает своего предназначения от Бога, когда он не знает цели своей жизни, зачем Бог послал его на эту землю, со временем эта свобода приводит его к рабству. Со временем жизнь человека разваливается на части, гармония рушится, и человек становится несчастным и потерянным. Но Иисус здесь говорит о том, что он пришел на эту землю, и он имеет определенную задачу от Бога, определенный план от Бога. Он знал свою миссию. И буквально с самого момента призвания Иисус шел к достижению этой цели своей жизни и не отклонялся. Были моменты искушений, были моменты трудностей, когда ему хотелось свернуть в сторону, но он исполнил волю Отца. И то, что Бог имел для Иисуса, Бог то же самое имеет и в отношении каждого из нас. Так же, как для Иисуса у Бога была своя миссия. Поверьте, у Бога для каждого из нас есть определенное дело, есть определенная задача, есть призвание. И этим самым мы с вами можем научиться у Иисуса просить, чтобы Бог показал нам эти вещи, думать не только о своих желаниях, думать не только о своих каких-то земных интересах и целях, но думать о том, что Бог приготовил для нас. Чем меньше мы об этом будем думать, тем больше нам будет открываться план Бога, замысел Бога в отношении нашей жизни. И так же, как для Иисуса, для каждого из нас у Бога есть определенные времена и сроки. И наступил однажды этот момент перед распятием, когда Иисус воскликнул эти слова. Наступил час прославиться, Сыну Человеческому. Вот Он, наступил этот час, пришло это время. Поэтому будь уверен, этот час Божьей воли, Божьего призвания и в твоей жизни обязательно наступит. Просто иногда мы пытаемся этот час какими-то своими поступками как-то приблизить. Иногда мы молимся и говорим, «Господь, я уже столько времени прошу Тебя об этом, чтобы это исполнилось и пришло». И иногда бывает, как Авраам, делаем какие-то поступки, которые заканчиваются не очень для нас удачно и хорошо, как у него родился Измаил. Конечно же, Бог и эту ситуацию силен устроить, но это не был Сын обетования. Этого можно было бы избежать. И то же самое, будь внимателен. Вот эти слова Иисуса говорят о том, как нам важно как нам важно помнить о том, что для каждого из нас у Бога есть свои времена и сроки. И смотрите, когда Мария услышала этот ответ, она не рассердилась на Иисуса, она не стала Его торопить, она стала ожидать от Него каких-то дальнейших действий. Она, возможно, не понимала, что Иисус имеет в виду, что этими словами Он хотел сказать. Она верила. Но, вы знаете, мы, бывает, в жизни не всегда все понимаем. Есть вещи в наших взаимоотношениях с Богом, которые кажутся нам трудными для понимания. Продолжай верить. Продолжай ожидать, что каким-то образом Бог разрешит эту ситуацию. И смотрите, Мария что еще сделала? Она не просто попросила, она сделала нечто большее. В пятом стихе говорится, что она сказала служить, что скажет Он вам, то и сделайте. Она обратилась к слугам, которые обслуживали гостей на свадьбе. У них было очень много разных обязанностей. Они подносили блюда, они выполняли распоряжения распорядителя пира. То есть много было у них работы. Их голова была закружена разными мыслями. И вот смотрите, Мария, какая-то мудрая женщина, она подошла к этим служителям и сказала, вот все, что Он скажет вам, то и сделайте. Она помогла настроить сердца этих людей, чтобы Иисус смог действовать через них. А это было очень важно. Потому что если бы эти слуги пропустили этот момент или невнимательно отнеслись к словам Христа, чудо бы не произошло. Но вот этот момент, в их сердцах наступило ожидание, они были готовы услышать это повеление Христа. И вот этот момент тоже очень важен. Это начало чудес в нашей жизни. Если мы хотим видеть Божьи чудеса, наше сердце должно быть чутким. Мы должны быть готовы. Мы сами должны быть готовы. И мы должны помочь другим подготовить свои сердца. Мария подошла к служителям и сказала, все, что скажет Он вам, то и сделайте. Поэтому помоги другим людям, твоим ближним. Помоги служителям. Моли за своих служителей. Скажи, служители, дорогие, пожалуйста, сделайте только то, что Он вам скажет. Вот это мне очень нравится в поступках Марии. И когда наступил этот момент в 6 стихе, было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по три или по три меры, Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. Там стояло шесть каменных водоносов. Эти водоносы стояли для того, чтобы иудеи могли совершать обряд омовения и очищения. Эти обряды были даны Моисеем, и они должны были очень трепетно относиться к этим правилам очищения и омовения. Каждый сосуд, каждый вот этот водонос вмещал в себя примерно около 100 литров воды. И Иисус обращается здесь вот к этим служителям. Он не обращается к ученикам, заметьте, чтобы потом никто не сделал вывод, что это вот все так хитро Иисус подстроил с учениками, договорился, и ученики помогли ему сделать этот фокус. Иисус, чтобы развеять вот все сомнения и вопросы, Иисус обратился вот к этим незнакомым служителям и говорит, наполните сосуды водою. То есть представьте, чтобы наполнить каждый сосуд, это нужно было хорошо потрудиться. То есть это большой труд нужно проделать для того, чтобы наполнить эти баки, налить 600-700 литров воды. И служители повиновались. Они, может быть, не совсем понимали просьбу Христа, но они делали это. То есть смотрите, здесь еще один урок, урок о служении. О служении. Служение – это повиновение. То есть в нашем служении, чему мы должны научиться, это повиноваться и послушаться Христу. Они наполнили до верха. Вот эти слова до верха говорят, что они это делали добровольно. Когда сосуды были наполнены, то Иисус говорит им, а теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Представляете, какое недоумение было на лицах этих служителей. Они вообще не понимали, что от них просит Иисус. В этом случае повиноваться Иисусу было гораздо сложнее. Но посмотрите, они верили. Они верили словам Марии, они верили словам Христа. И когда они понесли вот эти сосуды с водой к распорядителю пира, в это мгновение, и как раз произошло это удивительное чудо, чудо превращения воды в вино. Кто-то очень так поэтично выразил это в такой форме и сказал, что вода нечаянно увидела лицо своего Господа и покраснела. И когда, смотрите, распорядитель взял, отведал воды, 9-10 стих, сделавшийся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино, сберег доселе. На свадьбах обычно так и делали. Вначале гостям подавали хорошее качественное вино, потому что они могли оценить его вкус. Но после того, как они кушали, как они пили, их чувства притуплялись и уже под конец давали не очень хорошее качественное вино. Так было. Но в этом случае распорядитель, отведав этого вина, оценил его вкус и сказал жениху, ты это хорошее вино сберег доселе. Вы знаете, в этих словах распорядителя пира тоже открывается очень важная истина. Этот мир вначале предлагает нам самое лучшее, но потом в конце самое худшее. И так часто бывает в этой жизни, когда ты молодой, этот мир завлекает тебя всевозможными вещами, грехами, соблазнами, предлагает тебе самое лучшее. Но последствия от этого, как правило, какие-то отбросы и то, что не приносит тебе уже такой радости и удовлетворения. Но то, что предлагает Иисус, это самое лучшее он оставляет на конец. Христианство – это то, что всегда совершенствуется, то, что всегда обновляется. И во Христе, когда ты служишь Ему, когда ты имеешь общение с Ним, поверь, самое лучшее ожидает тебя всегда впереди. То есть, когда ты следуешь за Иисусом, помни, самое лучшее тебя ждет впереди. Распорядитель не знал, как это чудо произошло, а знали только служители. Знала Мария и знали служители, которые исполняли повеление Иисуса Христа. И вот эта награда за служение. Знаете, гости, наблюдатели наслаждаются плодами. А тем, кто служит, тот знает тайны Царства Божьего, тот знает пути Божьи. Вот это важный урок служения. Служи Иисусу. Будь послушен Ему до конца. Даже если ты что-то не понимаешь в своих отношениях с Ним, будь послушен, и ты увидишь величайшие чудеса в своей жизни. 11 стих. Давайте прочитаем. И будем молиться. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Иисус положил начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Там стояло шесть каменных водоносов. Для Иудея числом совершенства и полноты является число семь. А число шесть – это число несовершенства. Поэтому вот эти шесть каменных водоносов – это такой яркий символ несовершенства иудейского закона. Этот народ имел закон, который им передал еще Моисей, закон, который включал в себя множество различных ритуалов, обрядов, постановлений. Но этот закон, как говорит уже Новый Завет, был детоводителем ко Христу. И не все это в Израиле понимали и сейчас понимают. Этот закон был несовершен. Он не мог искупить человечество от греха. Он не мог дать человеку вот этого чувства наполнения, прощения, осознания, прощения грехов. Потому что те жертвы за грехи, которые приносили жертвы животных, они не могли очистить человеческую совесть. Поэтому этот закон был несовершен. И когда Иисус сотворил это чудо, это было своего рода символом того, что Иисус вместо этого несовершенства, вместо этого несовершенного закона приносит совершенное вино Евангелия, вино милосердия, вино благодати, которой хватит на всех. Никто никогда на свадьбе не выпивал по 600-700 литров вина. Но этим своим чудом Иисус показал, что Его благодать и милость к людям настолько велика, настолько безгранична, что ее хватит абсолютно на всех. Преображение воды в вино – это символ того, что Иисус дает нам лучшую жизнь, новую жизнь. Без Христа наша жизнь, как вода, пресная, безвкусная. Но когда мы приходим к Нему, Иисус говорит вот этим своим чудом, через вот это чудо Он говорит нам, что Он предлагает нам нечто живое, нечто искрящееся, нечто настоящее. Вино – это один из прообразов Святого Духа. Апостол Павел говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Вот что Он обещает для нас – новое небесное вино, вино Святого Духа. И ученикам нужно было в самом начале служения Христа как-то убедиться, что Иисус действительно обещанный Сын Божий. И Иисус сделал это и для них. И сказано, что они уверовали и увидели славу Его в этом чуде. Что же является для нас сегодня вот этой славой Христа? Можем ли мы в нашей жизни переживать эту славу Божью? Можем. То, что делал Иисус 2000 лет назад, Он готов это делать и сегодня. Как же эта слава проявляется? Она проявляется в изменении жизни. Мы иногда молимся, «Господь, яви свою славу, сделай какое-нибудь чудо, яви какое-то знамение». Вот эта слава, слава, которая проявляется в изменении сердца, в изменении жизни. И так здорово, что мы с вами сегодня являемся очевидцами этой славы, а в нашей жизни, в жизни наших ближних, в жизни тех людей, которые приходят сюда к нам на собрание и отдают свои сердца Иисусу. Это великая слава Божья. И смотрите, здесь еще сказано, что Иисус положил начало чудесам в Кане Галилейской. «Положил начало чудесам». И вот это очень важно. Когда в твоей жизни происходит вот это чудесное превращение воды в вино, момент рождения свыше, момент покаяния, это начало новых чудес. после этого Бог приготовил еще много чудесных благословений для тебя. И я верю, что много-много чудес Бог желает совершить в твоей жизни, если это чудо превращения однажды произошло. Если оно еще не произошло, сегодня мы обязательно за это помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok